Проблему с газовой трубой, перекрывавшей проезд карете скорой и пожарным машинам, решили в Алатауском районе. Об этом жители просили главу мегаполиса на отчетной встрече месяц назад. Сегодня Аким Алматы и Бакаджан Сагентаев проинспектировал ход выполненных работ. Также городоначальник посетил ряд объектов в районе и ознакомился с развитием инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Обо всем по порядку. Рамина Мирзалимова. Еще месяц назад в микрорайон Шанарак-1 не могла проехать ни одна грузовая машина. Все дело было в газовой трубе, преграждавшей дорогу к домам. Ее высота на тот момент составляла 2 метра. Местные забили тревогу после того, как к людям не доехала карета скорой помощи. Они обратились к Акиму. В результате здесь установили 4-метровую арку. Мы пожилые люди, часто болеем. И бывало, что когда скорую вызываем, машина не могла заехать. Хорошо, что нашу просьбу услышали. Мы очень благодарны. Раньше действительно сюда не могли заехать грузовая и даже пожарная машины. И вот, наконец, Акимат решил эту проблему. Мы рады. Спасибо. Посетил градоначальники Центр развития традиционного ремесла. Там порядка 80 женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, смогут обучиться шитью, а также пройти курсы косметологов и парикмахеров. В этом же здании и в различных кружках будут заниматься дети. Из-за повышенного спроса со стороны жителей, глава мегаполиса поручил найти просторное помещение для центра. Глава мегаполиса ознакомился также со строительством новой школы в микрорайоне Шапогат и проектами благоустройства территории пруда в микрорайоне Ужет. На этот объект у городских властей масштабные планы. Управлением зеленой экономики города Алматы на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству территории данного пруда. Примерный срок окончания проектных работ – три месяца. Вот этот пруд, расположенный по улице Каракос, совсем скоро обещает стать новым излюбленным местом жителей Алатаусского района. Городские власти полностью благоустроят набережную, сделают парковую зону и воркаут-площадки. В конце этого года в Алатаусском районе планируют сдать в эксплуатацию школу на 1500 мест. В Шанарак-1 начнется строительство сетей водоснабжения и канализации. А в микрорайоне Шанарак-5 начнут строить новую дорогу протяженностью 6,5 километров. Здесь же Аким выслушал насущные проблемы гаража насчет узаконения домов и поручил Управлению земельных отношений взять вопрос на контроль.